И снова здравствуйте! И мы вас приветствуем в нашей спортивной Wellness-студии. И со мной сегодня продолжает серия прекраснейших тренировок Олимпийский чемпион по гребле на байдарках Юрий Постригай. Со мной директор категории Wellness Анна Егорова, которая будет помогать мне тренироваться, чтобы было веселее, энергичнее. И проводили мы время с пользой. Отлично! У нас сегодня тренировка посвящена стабилизации. Юр, расскажи, пожалуйста, что это такое и с чем это едят? Вернее, с чем это тренируют? Стабилизация. Мы всегда видим общую картину человеческого тела. Но внутренние мышцы, мелкие мышцы, которые как раз и нужны нам для того, чтобы мы ходили ровно, чтобы мы наклонялись правильно, поворачивались в стороны. Это то, что как раз держит нас и то, что мы забываем уделять, и то, к чему забываем мы уделять время. Согласна. Поэтому нужно прорабатывать мелкие группы мышц, крупные группы мышц и уделять абсолютно всем частям тела. Отлично! Ну что, я так понимаю, что даже стабилизация, наверное, нужна разминка? Или здесь можно обойтись без этого? У нас все начинается с разминки. Мы приступаем. Первое упражнение у нас будет ракушка. Да. Исходное положение лежим на боку и поднимаем нашу ногу вверху. Делаем 5-6 повторений и меняем положение. Мы делаем это на две ноги? Да. Отлично. Повторяйте, на две. Меняем положение. Так же. На боку. Да. Кстати, вот с левой ногой всегда почему-то сложнее. А мне наоборот проще. Но, кстати, не забывайте о том, что нельзя отрывать ноги друг к другу. Правильно? Правильно. Следите за тем, как выполнять упражнение. Да. Сделали. Супер. Следующий у нас будет растяжка квадрицепса. Мы будем выставлять ногу вперед. Так. И тянемся. Делаем 5-6 покачиваний вперед. 4, 5, 6. Меняем положение ног. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Следующая. Пожалуйста, на спину. Правильно я понимаю, что это пока разменка у нас, да? То есть мы пока как бы аккуратно разогреваем наши мышцы перед началом основной тренировки. Спокойно, уверенно, мы должны сделать разменку и потом приступить к первой основной части. Так. Теперь у нас поднятия ягодицы, мы держим на спине и поднимаем ягодицы. Когда мы их поднимаем, мы сжимаем их вверху. Окей. Раз. Зафиксировались, опустились. 2, 3, 5, 6 раз. Ага. 4, 5, 6. Мы закончили. Все, правильно, продолжаем. Не могу остановиться. Разминаешься. Мы немного подготовили наше тело. И теперь основная часть заключается в том, что вам необходимо повторять за нами. Аня будет показывать упражнения для любителей, для тех, кто только вкусил физическую нагрузку. Тот, кто понял, что нужно заниматься и необходимо заниматься спортом. А я буду показывать упражнения для профессионалов. Где-то мы будем соприкасаться и будет одинаковое упражнение. Но повторяйте за нами и работаем мы 40 секунд. 20 секунд будем отдыхать. Излюбленная программа, которая позволит нам выполнить качественную тренировку сегодняшнюю. Ну что, погнали? Погнали. Сейчас мы будем стоять на четвереньках. Ага. И поднимать правая нога, левая рука. Так, это хорошо. Зафиксировались. И все это делать медленно, спокойно. Ну что, готово? Начинаем? Да. Раз, два, поехали. Спокойно зафиксировались. Раз, два. Вверху почитали. Раз, два. Раз, два. Стараемся прям держать координацию. Если заваливаемся, стараемся мышцами, стабилизаторами противоположной стороны удерживать свое тело. Я максимально стараюсь удерживать. Ну, выпрямляем. Руку упрямляем. Осталось 10 секунд. Пять, три, две, одна. Закончили. Теперь у нас планка будет на прямых руках, а я буду на локтях. Если тяжело, если кому-то тяжело, то вы стоите на колени и так же стоите. Так, просто планка еще, да? Да? Оп. Просто обычная классическая планка. В ней, конечно, нельзя разговаривать, но мы поговорим. Слушай, но во время планки я чувствую каждую мышцу. Не только пресс. И руки, и ноги, и бедра. Все абсолютно работает. Необходимо напрягать пресс. Правильно соблюдать дыхание. Вдох нос, выдох рот. Рту. Ну, вот сама я стараюсь держаться. Слушай, как ты думаешь, есть какие-то мировые рекорды? Потому сколько можно на последних планках? Мировой рекорд, по-моему, у женщины стояла 7 часов. 7 часов планки. Она дышала? Две, одна, закончили на одном упражнении. Она дышала. Ну, я думаю, что она тоже начинала с 40 секунд. Поэтому у всех есть шансы переплюнуть мировой рекорд и сделать большее количество времени планки. Теперь мы встаем на... Ты стоишь на руках. В таком положении, корпус натягиваешь, ноги у тебя прямые. А я стою на своих локоточках. Так, отлично. Ну что, поехали? Это внешний планк, да? Это обратный планк, получается, спиной вниз. Я думаю, что у всех шансов есть. Собираемся попу подтягивать вверх максимально. Если устали, то передохнули на 2 секунды и дальше продолжаем. Здесь как раз мы прокачиваем сейчас поясницу. И всю заднюю часть. Да, мы прокачиваем. Прокачиваемся. Осталось 15. Ай, ножка сволокит. Держаться, осталось немножко. 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Дыхаем 20 секунд. Хорошо. Потрясающе просто. На этом упражнении очень сильно промок. Следующее у нас. Ты также стоишь на руках и подтягиваешь коленки к себе. Попа максимально. Стараемся держать угол ровно. Осталось 4 секунды. 3, 2, 1. Я стою на локтях. Погнали? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. У меня передышка. 1, 2, 3, 4. Так можно делать. Я даже профессионал. 4. Потому что у тебя сложнее упражнение. 1, 2, 3, 4. Здесь главное не спешить. И осталось 8 секунд. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Закончили данное упражнение. Я уже доделаю. 3, 4. Следующее у нас упражнение. Планка на прямых руках. Давай, не приступаем. Тебе нужно стоять на прямых руках. Ты подтягиваешь колено к груди в сторону. Обратно к груди возвращаешь ее в сторону. Я стою на локтях. У меня гораздо сложнее процесс сейчас будет. 3 секунды, 2, 1. Погнали. Колено к груди в сторону. Вернулись обратно. Поставили в сторону. Другая нога. Скоро. Другая нога. Получается этаж. Четверо. Груди в сторону. 4. Исходное положение. Осталось 10 секунд. Груди в сторону. Груди. Исходное положение. Груди в сторону. Груди в сторону. Другая нога. Закончили. Прекрасно. Я была серьезно и напряжена. Это самое главное в тренировке на стабилизацию ваших мышц. Следующее у нас упражнение. Планка на локтях заваливанием в стороны. Исходное положение. На локтях стоим. И заваливаемся влево, вправо. Ну что, погнали? Погнали. Раз, два. Стараемся зафиксироваться, не растачиваться спокойно все. Влево, исходное, вправо. Так, ты все дырю в тыла? Я тут не могу, тут главное. Ладно, я понял, что я упражнение показываю для новичков. Ну тут у нас несколько было никакой разницы. Осталось 10 секунд. Продолжаем. Ускоряться никуда не нужно. 5, 4, 3, 2, 1, закончили. Следующее у нас упражнение скалолаз. Мое любимое, я на мой скалолаз. Отдыхаем 20 секунд. И ты его выполняешь медленно, я его выполняю темп. У нас осталось 5, 4, 3, 2, 1, погнали. Не забываем про дыхание. Даже когда делаете медленно, старайтесь сохранять дыхание. Если вы чувствуете усталость, можете передохнуть. Не надо никуда гнаться, ни за какими рекордами. Прошло 20 секунд. Прошло 20 секунд. Половина. Мне кажется, нам 5 значит. Нет. Еще потерпеть необходимо. Дима, 10, 7, 5, 3, 2, 1, закончили. Плечи нагрузились, шикарно просто. У меня все нагрузилось. Спортсмены тоже устоят. Спортсмены тоже люди. Следующее упражнение. Иголка у нас, вегольное ушко. Интересное упражнение. Даже не представляешь, что ты сейчас приготовил. На паку. Так. Рука вверху. Получается, ее продеваем, как будто нитку продеваем вегольное ушко. Вот так работаем 40 секунд. У меня задача чуть сложнее, я еще поднимаю ногу. Так. Это ухо застыать. А есть облегченный вариант? Ты сказал, что нет. Это уже обучение. Приготовились и начинаем. Где-то. Если вам тяжело работать по времени, повторение 10, 12 и меняем сторону. Я притомился. Есть немножко еще. Осталось у нас. О, как тяжело. Мы не сдаемся. Аня, ты молодец. Я держусь. Две. Закончили. Я в сторону. Приготовились. Я готова. Внимание. Оп. Стараемся хорошо вышивать. Куда-что лучше. Медленно делать все. Мы работаем сейчас на стабилизацию. Так, я сэкономлю свои силы. Осталось. Восемь секунд. Пять. Закончили. Ох, хорошо. Просто вы не представляете. Как же, насколько хорошо. И нам не надо сочувствовать. Мы готовимся дальше. Да, нужно просто друг друга поддержать и не останавливаться на достигнутом и продолжать дальше. Что у нас следующее? Следующее у нас упражнение. Исходное положение. Планки. Слушай, у нас сегодня прям ног очень планки. Потому что это стабилизация. Проводим ногу вперед. Так. Груди. И назад. Вверх. Меняем положение. Ага. Груди. Вверх. Получается, мы чередуем ноги. Сразу. Я на локтях стою. Ну что, начинаем? Приготовились. Раз, два, три. Погнали. Груди. И вверх. Меняем ногу. Груди. Вверх. Груди. Вверх. Груди. И вверх. Повторений. 20. Это как раз где-то 40 секунд работы. Осталось 8. 7. 3. 2. 1. Закончено. Класс. Это прекрасно. Но я знаю, что ты что-то еще приготовил. Что-то еще не кормил. Следующее упражнение у нас планка. Мы ходим в разные стороны. Переставляем руки. Усложненная версия. Мы будем переставлять руки и ноги одновременно. Ну что, понимали? Погнали. Погнали. Тут включается смекалка. У меня клинические даже ноги. Хочется. У меня периодически. Я приближаюсь к тебе. Осталось 4 секунды. Не сдаемся. Двигаемся до конца. Последний раз. Закончили. В следующем у нас мы стоим в планке. И выпрямляем руки вперед. Я стою на локтях. И выпрямляю в настоящих прямых руках. Отлично. У нас еще есть время отдохнуть. 2, 1. Поехали. Я тут и села. Значит, 3. Поехали. Желательно здесь зафиксироваться, просчитать про себя. 1, 2. И вернуть в выполненное место. 1, 2, 3, 4. Поможем. 1, 2, 3, 4. Осталось 15 секунд. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И последний раз. 1, 2, 3, 4. Отлично. Все хорошо. Основная часть подошла к концу. А это значит... Что же это значит? А это значит, что наступает время заминки? Стабилизация очень важна. Ее необходимо также включать 1-2 тренировки в неделю. Разбавлять нагрузку. Если вы делали какую-то тяжелую интервальную тренировку, кардиотренировку, включите стабилизацию. И вы отпустите свои мышцы. Они у вас восстановятся. И вы прокачаете те необходимые мышцы стабилизатора, которые помогут вам и укрепят. Ваши мышцы. Приступаем к неотъемлемой части нашей тренировки. Это заминка. У нас первое упражнение. Мы будем... Так как Аня сидит уже в положении бабочки. Не помнишь, будет бабочка? Просто растягиваем наши... Да. И очень важно после тренировки, во время тренировки, между подходами включать в рацион какую-то дополнительную активность для нас, для нашего организма. Нам необходимо выпить водички, либо перекусить. Пару укусов протеинного батончика будет кстати. И можно продолжать дальше активностью заниматься. Ко второму подходу, приступить к третьему. И по-шему прекрасно. По крайней мере у вас будут силы. И вы 100% во-первых доведете свою тренировку до конца. И потом очень быстро восстановитесь. И не потеряете тягу к спорту. Правильно? Конечно, должно все быть в кайфе, в удовольствии. Вы должны получать от этого позитивные эмоции. Спорт это не просто поднятие тяжелых тяжестей в зале, штанги. Спорт это здоровое питание, здоровый образ жизни. Вы ходите по улице, встаете с кровати. Это уже активность какая-то, кардионагрузка. Но если вы подключите такие тренировки, которые показываем мы вам, они обязательно приведут ваш организм в порядок. У вас будет тонус в мышцах, и вы заметите улучшение в вашем организме. В любом случае, я рекомендую попробовать. И следующим у нас будет растяжка вперед. Просто тянемся к носочкам. Растягиваем. Слушай, хорошо, когда тянешься, уже прям чувствуются мышцы. Такие подустали и успокаиваются. Да, самое главное, когда мы принимаем пищу, мы настраиваемся, успокаиваемся, никакой суеты. Кушаем пищу, мозг получает сигнал, что поступает еда в организм. Выделяется необходимая кислота, чтобы растворять эту пищу. Также и здесь потренировались. Организму нужно дать понять, что мы закончили. И нужно растянуться, растянуть наши мышцы. Следующая у нас четверка. Лежим на спине. Ногу ставим на коленку. И берем ноги. Не тянем задние, получается, тоже очень хорошо растягиваем. На заднюю поверхность бедра растягиваем ягодичную мышцу. Вот сейчас очень хорошо тянется правая ягодичная мышца. А я еще, наверное, хотела, что давай, что, в принципе, кто еще не начал заниматься спортом, вообще известный факт, что ровно 21 день формируется привычка этого человека. И если вот не побояться начать сегодня, не надо ждать понедельника и начинать долгую жизнь, начать сегодня с минимальных шагов, начать с небольших сих пор. И, собственно говоря, через ровно 21 день вы даже не заметите, как у вас поменяется ваше сознание, поменяется ваше мировоззрение, и вы внесете в свою жизнь, вот именно как раз эту тягу к правильному образу жизни, то есть забота о себе, о любви к себе, потому что это, прежде всего, как раз определенные факторы, то есть спорт, питание, сон, ну такая гармонизация абсолютно всех сфер, которые влияют на вашу жизнедеятельность. У вас всегда должно быть желание, и если у вас нет желания, то не стоит начинать, нужно просто привить это в себе, начать разнообразить свой рацион питания, рацион тренировок, учить, опять же, тренировки, кто не занимается вообще никакой физической активностью. Но мы еще также должны сделать четверочку на другую противоположную ногу. Да, согласна, у нас такой хороший диалог пошел, что чуть не забыли о самом главном, это вести разминку и капитана. Я очень надеюсь, что сегодня все с нами повторяли активно и сейчас в процессе разминки, послушали, что мы сказали, и после тренировки сразу же убегут и сделают прекрасный полезный перекус, и выпьют достаточное количество воды. Нет границ, когда заниматься спортом. Вы можете в 11 часов вечера заниматься. Вечером гораздо выше активность именно занятия каких-то силовых упражнений. Больше силы, энергии. Утром легче дается кардио-тренировки. Если у вас нет времени, вы всегда его можете найти. В любом случае, не надо говорить, что его нет. Абсолютно. Пробуйте, экспериментируйте, находите возможности, найдите какой-то свой оптимальный баланс, какая тренировка, в какое время. Но главное, не сходить с этого пути. Просто начните это сегодня. И я уверена, что вы просто ощутите через какое-то время потрясающие результаты. Спорт влияет не только на мышцы, большие мышцы, но и у вас будет и хорошая память, и творческие активности, возможно, какие-то новые появятся. Занимайтесь спортом. Ну что, спасибо вам огромное. Прошла супер тренировка. И до следующих встреч. Пока-пока. Пока.